Здравствуйте! Вы смотрите новости на НТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. Чем дольше мы все будем сидеть дома, тем раньше закончится карантин. Хумар Аксакалов в очередной раз обратился к североказахстанцам и рассказал, почему требования в режиме ЧП станут еще жестче. Когда мы едины, мы непобедимы. Первый президент страны Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам через статью. Как общественность региона отреагировала на нее? Непогода, которой не было давно. Капризы природы напугали жителей северных областей Казахстана. Безответственность, которая может дорого обойтись. 7 апреля глава региона Кумар Аксакалов выступил с обращением к североказахстанцам. Несмотря на то, что карантинные меры дали свой результат, остаются те, кто проверяют на прочность сотрудников полиции. А еще удачу свою и окружающих. Многие петропавловцы, которым, видимо, вирус не страшен, продолжают бесцельно скитаться по улицам областного центра. О цене такой прогулки, а также об ужесточении карантинных мер – наш следующий материал. Не покидать дом без острой необходимости. Люди преклонных лет до конца карантина должны находиться в самоизоляции. Используйте средства защиты, соблюдайте дистанцию в общественных местах. Посещать их можно только в предыдущей массе. Всего, значит, контактных 1219 человек. Из них дальше делятся близкие контакты – это 499 человек. И так называемые потенциальные контакты – это 720 человек. Мы наблюдаем наличие бессимптомных форм на данный момент, носительства и бессимптомное носительство совершенно у детей. Коронавирус в телевизоре, коронавирус в соцсетях, коронавирус в продуктовом магазине. Сегодня о нем мы слышим буквально повсюду. У большинства жителей нашей страны каждый новый день начинается с посещения сайта, где можно найти самые свежие данные по заболевшим. Североказахстанцы пристально следят за графой, посвященной их области. Всю прошлую неделю цифры в ней постоянно росли. Тогда казалось, что эту адскую машину под названием коронавирус уже ничего не остановит. Но с прошлых выходных наступило затишье и время других, наконец-то, позитивных новостей. Один пациент выздоровел и был выписан домой. Сейчас в инфекционном стационаре остаются 24 заболевших коронавирусом. Они под наблюдением врачей. Постояние удовлетворительное. На сегодня в области тяжелобольных нет. Нам удается сдерживать темп распространения вируса благодаря предпринимаемым строгим мерам. За последние три дня мы не видим роста. Значит, карантинные меры дают свой результат. Закрепить его можно исключительно совместными усилиями. Только действуя сообща, мы сможем выйти из карантина и вернуться к жизни, которая была до него. Вот только работать в команде, но общее дело для петропавловцев оказалось задачей не из легких. Это подборка кадров, снятых начиная с момента ввода карантина. В разных частях города доказывает, что по новым правилам привыкли жить далеко не все его жители. Возможно, покидая безвестные причины стены своего дома, они чувствуют себя героями приключенческого фильма или квеста «Спрячься от сотрудников полиции». Вот только все, что сегодня происходит в северном регионе, не выдумка, а реальность, изменить которую можем только мы сами. Хватит без необходимости выходить из дома и ходить по улицам. Мы, надеясь на сознательность граждан, убрали уличные патрули. Но тут же видим, что жители стали нарушать требования карантина. Наши пожилые, находящиеся в группе высокого риска, и они также нарушают режим карантина. Мы это видим. Проведите свободное время с семьей. Сидите дома, и не будет штрафа. В противном случае полицейские будут жестко пресекать эти нарушения. Всего за период режима ЧПС в Роказахстанские стражи порядка выявили свыше 80 нарушений. Большая часть из них связана с нахождением людей в общественных местах без необходимости. О бесцельных покатушках на автомобиле по городу тоже давно пора забыть. В течение двух-трех дней полиция совместно с Акиматом Петропавловска будет отрабатывать движение автотранспорта. После 20.00 вечера оно будет пресекаться. По запрет на время карантина попали поездки на дачи. Что касается прогулок с собаками. Чтобы никто не использовал домашних любимцев как предлог для долгих скитаний по городу, их выгул разрешен только в пределах придомовых территорий. Кроме того, в Петропавловске с 6 утра до 8 утра все, кто занимается поставкой продуктов питания, должны обеспечить развоз по продуктовым магазинам. С 8 утра до 10 часов утра легковым автомобилям разрешается проезд от дома до работы. С 10 часов утра до окончания рабочего дня будет минимизировано передвижение машин без нужды. Напомню, что походы за продуктами можно тоже сократить или на время карантина в целях безопасности свести к нулю с помощью служб доставки при городских супермаркетах. Они из-за наплыва клиентов в сетях Семейный и Северный были перегружены. Чтобы решить эту проблему, там набрали дополнительный штат. Услуга доставки продуктов 24 часа доступна теперь и в Магнуме, а также торговом доме Пирамида. На входе в супермаркет у петропавловцев теперь будут измерять температуру. Через такую же процедуру должны проходить сотрудники предприятий. Без нее они не могут подойти к своим рабочим местам. Многие североказахстанцы сегодня лишены возможности их посещать и трудиться. В нашей области заявку на получение социальной выплаты подали более 7 тысяч человек. Три тысячи из них уже получили. Созданный по инициативе Ельбаса фонд Безбергемес оказывает персональную поддержку социально уязвимым слоям населения. Малообеспеченные граждане области получили продуктовые наборы и санитарно-гигиенические средства защиты. Всего было доставлено 1252 набора. Из них по областному центру 596. Акция продолжается. Также финансовая поддержка будет оказана социально уязвимым слоям населения. Материальная помощь в размере 50 тысяч тенге будет перечислена на счета получателей. Прямая персональная поддержка из общественного фонда Безбергемес будет оказана социально уязвимым слоям населения. Всего определено 7 категорий. Это малообеспеченные многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка инвалида, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящий в список социально уязвимых слоев населения, дети-сироты, круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев, участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла. Дарья Пушмынцева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Ответы на популярные вопросы про карантин. Сегодня в 21.00 заместитель Акима области Руслан Алишев разъяснит некоторые виды правил, введенных в период режима ЧП. Он расскажет о работе блокпостов и больниц, поставке продуктов в магазины, о том, как можно передвигаться по городу и многом другом. Когда мы едины, мы непобедимы. Первый президент страны Нурсултан Назарбаев вновь обратился к народу Казахстана. Ельбасы призвал граждан сплотиться, проявить свою социальную ответственность и еще сохранять спокойствие. Нурсултана Назарбаева из Североказахстанцев поддерживают. Ни для кого не новость, что во времена невзгод активизируются те, кто сеет ложь, провокации и панику, используя это в своих корыстных целях. Я призываю наш народ остерегаться этих популистских и подстрекательских разговоров. Потому что человек, по-настоящему заботящийся об общественном благе, доказывает свою правоту не громогласными заявлениями, а конкретными добрыми делами. Из-за ведения чрезвычайного положения наша жизнь кардинально изменилась. В тяжелые для страны минуты проявили себя настоящие ее патриоты. Большой вклад в общее дело вносят волонтеры, инициативные бизнесмены, представители общественности. А недавно в регионе создали фонд «Бызбергемыск-Излжар». Поставляет нуждающимся продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, а еще помогает в домашнем хозяйстве. Благотворительный фонд «Бызбергемыск-Излжар» создан для того, чтобы помогать социально вызовемых слоев населения, которые у нас проходят через соцзащиту. Таких более трех тысяч семей. Сейчас фонд формируется из благотворительных средств, как республиканских и местных. У нас заявки собираются в трех центрах. Это Ассамблея народа Казахстана, Молодежный ресурсный центр, партия «Нур-Атан» и Остация деловых женщин. Протягивают руку помощи в непростое время и местные перевозчики. С введением карантина они сменили фронт работы. Теперь ежедневно два раза в день они возят врачей, полицейских, сотрудников коммунальных служб и предприятий жизнеобеспечения региона. Да, на сегодня трудно прийти в такой расклад, в котором мы сегодня живем. Мы все привыкли жить в быстротечности, мы все привыкли трудиться, двигаться. Но на сегодня нужно остановиться, оглянуться, обернуться и предпринять те меры, которые нас на сегодня призывает правительство, государство в целом, местные исполнительные органы. Мне бы хотелось сказать гражданам всей нашей страны, гражданам Северного Казахстана, гражданам жителям города Петропавлска. Сегодня только от нас всех зависит, насколько продлится еще у нас вот это тяжелое бремя. По словам Ельбасы, за годы независимости мы пережили многие трудности и кризисы. Только благодаря сплоченности народа преодолевали испытания. И сейчас мы должны быть едины. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Подать заявку на установление инвалидности сверказахстанцы могут, не выходя из дома. Выполнить эту процедуру заочно стало возможно благодаря сайту электронного правительства. Но и это еще не все. Скоро пенсии и пособия поднимут на 10%. Подробности у Абая Альжанова. Чтобы заказать госуслугу об установлении инвалидности, нужно зайти на сайт egov.kz и выбрать сервис «Электронное обращение». Затем заполнить свои данные с приложением отсканированных документов или фотографии, которые сделаны с помощью смартфона. Быстро, а главное удобно, говорят в профильном управлении. Ваше заявление направляется в территориальный департамент, непосредственно к нам. И мы полученные документы изучаем согласно приказу в течение двух дней. Мы проверяем соответствие полного пакета документов. Если нет какого-то документа, либо они заполнены некачественно, мы созваниваемся с услугополучателем и просим нам перенаправить эти документы в исправленном виде. Результаты можно будет узнать в личном кабинете электронного правительства либо в ответе на заявление, которое поступило через сервис цифрового обращения, либо посредством смс-сообщения. Специалисты отдела оказали уже 55 таких услуг. Рассчитывают, что в период ЧП работа продолжится. Согласно введенным изменениям, лицам, имеющим инвалидность со сроком окончания им с 16 февраля и по окончанию чрезвычайного положения в автоматическом режиме продлевается срок инвалидности. Следовательно, данные лица будут получать пособие. Президент страны Касымжумар Тукаев поручил проиндексировать пенсии и госпособия на 10% в годовом выражении. Перерасчет коснется более 135 тысяч североказахстанцев. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Рабочий стол на компьютере вместо привычной парты. Школьники осваивают новый формат обучения. На дистанционке учителя и их ученики третий день. Много ли у них возникают трудностей и как они с ними справляются? Расскажем далее. Вместо привычных занятий связь с учителем через интернет. И уроки, транслируемые телеканалами Балапан и Елярна. На изучение одного предмета там выделяется около 10 минут. Видеоролики – хорошая подмога учителям и школьникам. И учителя, и учащиеся могут выходить в свободное и удобное для них время для того, чтобы они могли организовать нормально свой учебный процесс. То же самое касается и домашних заданий. В принципе, нет определенного времени для того, чтобы, например, учащиеся могли только строго до 3 часов сегодняшнего дня, либо до 4, до 7 часов сдать сегодняшнее домашнее задание. 12 школ региона продолжают работу в штатном режиме. Это связано с небольшим количеством учащихся, слабым сигналом интернета и отдаленностью от областного центра. Такие образовательные учреждения находятся в Иртауском и Акжарском районах. Также есть школьники, которые получают знания через отделение Каспочты. На сегодняшний день у нас через Каспочту получают задания 112 учеников. Это учащиеся с района Мажана-Жумабаева, 43 учащихся, Таимшинского, 15. И наши коррекционные областные школы, 54 учащихся, также получают задания через Каспочту. Студенты на онлайн-обучение перешли еще 16 марта. Zoom, Microsoft Teams, Сова и многие другие платформы стали для них незаменимыми помощниками. Местный альмаматор на новый формат перешли более 7 тысяч очников. Более 200 студентов из Индии и факультета Foundation продолжают проживать в общежитиях университета. В университете работают 1093 работников. Из них 479 – это педагогический, преподавательский состав, которые полностью на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение. При переходе на новый формат у учащихся и их родителей появляется немало вопросов. Для их решения в управлении образования открыли колл-центр. Обратиться туда можно по номеру 35 0007. С 1 апреля туда поступило около 100 звонков. Такой центр есть и в СКГУ. Дарья Пашмынцева, Игири Муканова, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Североказахстанские педагоги и школьники уже успели оценить новый образовательный формат. Как занимаются дети в дистанционном режиме и как справляются студенты, узнавала моя коллега Анжелика Сычева. Динара Абдуганиева – ученица 6-го класса Новокаменской средней школы. Она, впрочем, как и все ее одноклассники, сейчас дома. Их внимание приковано к экрану телевизора. По телеканалам «Балапан» и «Елярна» идут занятия. Мне нравится обучение. Очень удобно. Все работает без перебоев. Уроки проходят строго по расписанию. Даже несмотря на то, что учитель по ту сторону экрана объясняет все доходчиво. Впрочем, как и всегда. Из каждого урока я пытаюсь извлечь максимум пользы. Причем у Динары такой подход не только к учебе. В свободное время она не сидит сложа руки, помогает маме по хозяйству, занимается спортом в домашних условиях, а для общего развития читает дополнительную литературу. Несмотря на такой насыщенный распорядок дня, живого общения с одноклассниками девочке все же не хватает. А студентка СКГУ имени Монаша Козыбаева Маржана Гампай освоила программу Zoom. За месяц уже успела оценить все преимущества дистанционки. Самое большое преимущество, на мой взгляд, так это то, что через Zoom мы выходим на прямую связь со своими преподавателями. Это очень удобно, ведь если у нас возникают какие-то непонимания или вопросы, мы тут же можем их задавать. Несмотря на то, что нынешний формат обучения не требует присутствия на парах, я все равно стараюсь не пропускать ни одного занятия. В УЗИ каждый час проводят санобработку. Она нужна для тех, кто обучается на факультете Foundation, а также для оставшихся в общежитии ребят из Индии. Анжелика Сычева, Новости МТРК. Анжелика Сычева, Новости МТРК. Обратился в полицию по факту квартирной кражи. Когда хозяев не было дома, неизвестные проникли в жилище, вскрыли сейф и похитили деньги. Ущерб составил 6,5 миллионов тенге. Злоумышленники почти не оставили следов. Тем не менее, изучив имеющиеся улики, полицейские установили двух подозреваемых. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Всего с начала года в нашей области зарегистрировано 240 квартирных краж. 204 из них раскрыты. До совершения данного преступления были изобличены и задержаны двое ранее судимых жителей Казахстан и города Петропавловска. В настоящее время данные лица подворены ИВС УП города Петропавловска по статье 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Дождь и мокрый снег, сильный ветер, а еще угроза паводка. Погода, кажется, проверяет сверхзахстанцев на прочность. Во вторник порывы ветра унесли кровли 24 зданий. Есть пострадавшие. Нелегко пришлось и другим северным областям страны. Сводка о чрезвычайных происшествиях в материале Агири Мукашевой. Не на шутку стихия разбушевалась в Кукшетау. Порывы ветра были такой силы, что за считанные секунды оставили пятиэтажку без крыши. Чудом удалось избежать жертвы и пострадавших. Меньше повезло жителю села Урумкаяк в Моринской области. Сорванное создание кровли обрушилось на сторожа. От полученных травм 40-летний мужчина погиб на месте. Руслан, смотри, наш кошмар. Ты позвони мне. Это ужас. У нас балкон оторвало. Автор этого видео тоже житель Кукшетау. В общем, выпало городу, а точнее его зданиям, немало испытаний на прочность. Нелегким вторник был и для кустанайцев. Они активно выкладывали фото и видео Бурана в соцсети. А чем еще заниматься, если снежный ураган оставил их без света, воды и отопления? Кустанайц был вовремя. В северных регионах страны стихия будто бы крестивая. Сидите дома. Не исключение и капризная североказахстанская погода. Во вторник из-за сильного ветра сорвало кровлю у 24 объектов области. Пострадали школы, больницы, частные дома и, к сожалению, североказахстанцы. Мы имеем двух пострадавших. Это 8 числа в 2 часа ночи в Темиреевском районе мы получили сообщение о том, что по селе Комсомольское в результате сильного порывистого ветра 30 метров в секунду и более произошел срыв кровли, создание магазина на общей площади 260 метров квадратных. Из-за сорванного профлиста травмы получили двое мужчин 30 и 42 лет. Их госпитализировали в районную больницу. Состояние врачи оценивают как стабильное. А медики-лечебницы, что в районе Макжана Жумабаева, сейчас тоже оценивают масштабы ущерба. Ветер в Булаево унес кровлю больницы. К счастью, обошлось без жертв. Несет опасность для североказахстанцев и водная стихия. Так, во вторник близ села Гусаковки Айртаусского района спасатели отметили повышение уровня воды в реке Бобык-Бурлук. Это из-за заторов льда, потому провели взрывные работы. Вода пошла вниз по течению. По такому же сценарию работали вблизи Рузаевки района имени Габита Мусрепова. С учетом того, что у нас образовались и минусовые температуры, и мы видим, что наши истоки этих рек большие плюсовые отметки по повышению уровня воды не дают. Думаем, сегодня-завтра по малым рекам мы должны пропустить большие объемы воды, которые в дальнейшем поступят в чашу Сергеевского водохранилища. Сегодня тоже будем в напряженном режиме работать. На Сергеевском водохранилище перелив достиг 127 сантиметров. Хорошая новость – почва уже немного прогрелась и начинает впитывать осадки, докладывают спасатели. Переливы прекратились на 27 участках автодорог, но еще на 11 сохраняются. Агири Мукашева, Казбек Арыпаев, Новости МТРК. Продавцы без перчаток и дистанция которой до сих пор нет. Это самые частые нарушения постановления главного санитарного врача региона. Как правило, именно их во время мониторингов выявляют сотрудники профильного ведомства. С проверками им помогают стражи порядка и специалисты городского акимата. Подробности далее. Каждый день через супермаркет «Магнум» проходит несколько сотен жителей областного центра. Большинство из них, несмотря на возможность доставки продуктов на дом, привыкли ходить за ними сами. Встретить клиентов как полагается. В супермаркете готовы, обеспечив при этом все требования безопасности в период режима ЧП. Максимально усилены меры по соблюдению санитарных норм. На территории магазина присутствуют санитайзеры. Сегодня была проведена полная дезобработка всей территории торгового зала. По указанию Акимобласти введен жесткий контроль на входе для посетителей. Измеряем температуру, проверяем наличие масок. На постоянной основе проводится обработка покупальских тележек, кассовых лент и другого торгового оборудования. И даже при таких, казалось бы, идеальных условиях, если горожане самостоятельно не будут соблюдать элементарных правил безопасности из супермаркета, они могут отправиться прямиком на больничную койку. Как этого избежать? Соблюдайте дистанцию. Золотое правило двух метров поможет вам сохранить здоровье и защитить себя и окружающих от нового вируса. Чтобы покупатели долго не гадали над тем, как отмерить нужное расстояние, указ сделали специальную разметку. За соблюдением всех правил и норм с момента ввода ЧП следят стражи порядка и санитарные врачи. Сегодня вместе со специалистами городского Акимата они в очередной раз вышли в рейд. Проводится мониторинг по объектам массового скопления посещения населения. Это супермаркеты крупные, продовольственные магазины, банки, автомойки. И в этих местах мы проверяем выполнение постановления главного санитарного врача. Многие торговые, даже магазины, нарушают эти требования. Например, не все продавцы отпускают товар в перчатках. Это проблема маленьких магазинов, рассказали санитарные врачи. По соблюдению расстояния среди покупателей у них тоже много нареканий. Дарья Пашмынцева, Казбек Ирыкбаев, новости МТРК. Строительство спорткомплекса для воспитанников волейбольного клуба «Куаныш» продолжится. Его возведут по соседству с оранжереей ботанического сада. Там выразили обеспокоенность, что здание спортивного комплекса может перекрыть солнечный свет, который так необходим экзотическим растениям. И как следствие это приведет к их гибели. Была проведена независимая экспертиза, ее заключение. Новый комплекс никак не помешает ботаническому саду, и он не останется в тени. Поэтому строительно-монтажные работы заказчик планирует начать сразу после окончания периода чрезвычайного положения. Высота нового спорткомплекса будет 15 метров. По параметрам площадка соответствует мировым требованиям. Сейчас волейболистки клуба «Куаныш» играют в высшей национальной лиге страны. До этого поступали неоднократные обращения от представителей ботанического сада. По вопросу инсоляции зеленых насаждений, получается, были даны разъяснения по факту обращений. Получено положительное заключение экспертизы проекта. Эксперты у нас независимы, и они независимы не только согласно закону, они независимы от всех субъектов архитектурной деятельности. Мнение экспертов, я думаю, что здесь анализировать, я думаю, что не стоит. 150 бесплатных порций традиционного таджикского плова, еще столько же лепешек. Такую благотворительную акцию представители этнокультурного объединения «Саманьон» устроили в поддержку врачам, которые стоят на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, а еще для ребят из детской областной больницы. Участие в ней приняли 6 человек. После готовое блюдо волонтеры доставили в медицинские учреждения. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»